Привет, зритель! Сейчас тебя ждёт беглый технический обзор техники от Китфорд, которую я тут одну выиграла, другую как пресс за участие. Ради этого пресса за участие я сняла ролик, смонтировала его, скинула на этот самый форму, хотелось бы сказать, для выпечки, но другую форму, компьютерную, короче говоря, и вот, ну я знаю, что в этих конкурсах хрен победишь, а второе я просто малость охренела, у меня вот тут есть телефон Huawei Honor 9A, на нём есть приложение Китфорд, которое я совершенно случайно нашла, когда что-то искала в приложении для этих, для приложений для Huawei. Ну и, короче говоря, установила, там смотрю, какой-то конкурс, значит, можно, ещё как бы можно туда было добавить продукт, который купили не позднее, чем месяц назад, и получить электронную гарантию на обслуживание, если у вас будут какие-то глюки с техникой, то вы туда можете в чатик написать, и вам скажут, да-да, вот так-то надо сделать, чтобы глюков не было. Со мной потом даже человек списался, к Ирилам представился. Ну и, короче говоря, я там какой-то конкурс, что вы можете повысить свой шанс выиграть в 7 раз, если скажете нам, где вы про нас рекламили. Ну, я скинула там, это заполнила, 3 формы из 4, потому что на ТикТоке меня нет, и вряд ли я там буду. Я же не Эвелина Миллер. Шутка. Ну, короче же, это не то, чтобы я там кто-то, у меня подруга ТикТок смотрела одна, но я как-то не догоняю ТикТок, короче, нет меня на ТикТоке, и нет там никакого обзора, соответственно, от меня. И Тротоно мне пишет, что теперь ваш шанс выиграть повысился до 11 раз. Я думаю, да блин, я в жизни ничего не выигрывала в этих конкурсах, репостов, ну или просто вот эти, они не конкурсы, репостов, конечно, был, ну вот, которые методом тыка. И тут внезапно, там, спустя 7 дней, я что-то туда зашла вообще, там уже сутки, сутки-двое прошло, как этот конкурс случился, что-то ткнулось так наобум. Смотрю, мне пишут, а вы выиграли в конкурсе, я так охренела, думаю, наверное, это прикольно. В течение двух недель вам позвонит менеджер, бла-бла-бла, ну я это, шухалась от всяких спамеров, точнее, брала пару раз номера, потом думаю, может написать им, ну типа, во всем вопросам можете писать чат, думаю, написать им и спросить, типа, с какого номера вы позвоните, чтобы мне тут спам-то не брать трубку. А потом думаю, да нихрена они не позвонят, и нихрена они ничего не пошлют. Ну написано камерно, что типа, на следующей неделе будет отправка, потом она месяц будет идти. На следующей неделе, в конце недели, значит, приходит сообщение, сначала понедельник приходит сообщение, что типа, да, вот электронный трек получен, но когда ещё она отправится, хз. А потом, значит, потому что что-то они мне отправили электронным треком, а оно до сих пор ещё так вот в электронном треке есть. Я думаю, может они уже забыли про это всё И что они там хотели мне отправить Ну и короче говоря, это вот всё Значит, неделю спустя мне приходит СМС в ночь на понедельник По-моему, на этой неделе Я как раз тайпила цветок скорее всего Чего я сейчас последнюю неделю тайплю Цветок за саребоку Ну и короче, оно приходит мне СМС Да, давай хоть я тебе коробочку что-ли покажу Одну из Приходит мне СМС, что оно как бы отправилось И ещё одно отправилось, я думаю, ну ладно, отправилось Отправилось, а по весу как-то не сори Ориентируешься, на сайте одно написано На весе СМСки С почты России и по вашему Номеру другое, кстати, кто знает Мой номер, может мне ещё не послать почтой России Даже не знаю мой адрес Правда, у меня как бы только На один номер там приделано На который кивый кошелёк Приписан, ну если вдруг решите мне Задонатить, да, типа, Лёля, ты там на такой-то Ролик обещала записать, вот тебе Монетка, чтоб ты поняла, что Как бы мы это ждём действительно А не только в каменты компостируем мозг Ну и я так охренела, думаю Неужели правда счёт послали? А внезапно счёт послали И вот прикинь, зрители, я впервые в жизни, наверное, выиграла Вот в таких вот, ну Один раз я выигрывала, вторая в живом виде Совершенно случайно Меня тогда все стебали, что я говорила, что неравненько ничего не выиграю И с топа-два ничего не выиграю Я выиграла зонтик Ну тут другая история А тут вот впервые в жизни выиграла В приложении, в розыгрыше этих вот самых Мне там дам тыка призов Внезапно они похожи, кстати Это вот отпариватель ручной Вообще впервые в жизни В ручную буду держать ручной отпариватель У меня из сестры был такой большой отпариватель Огромный такой, на вешалке какой-то стоял Ну чужок назывался Когда ещё у него в магазине работала А ещё другой пароочиститель Я пароочиститель как-то видела Подруга моя в Дикси по наклейкам Когда-то себе покупала Или в Пятёрке, я уж не помню В Дикси, наверное, в Пятёрке-то вроде такого Что-то нету, там есть какие-то наклейки Но у нашей Пятёрки в Угличе Ни в одной Пятёрке мне эти наклейки Когда их выдают, не выдавались А ващеши ни разу Ну как-то они, видимо, заныкиваются И вообще не знают, наверное, про наклейки В наших Пятёрках Пятёрковые продавцы Короче говоря, пароочистители Я как-то представляю, что это Ну и подруга в своё время была в восторге Не знаю, она у неё узнает, жив он у неё ещё или нет Я подумала, если правда придёт пароочиститель Я первым делом, когда с ним разберусь На кухне батарею почишу Ещё ролик какой-то видела Как там плиту чистят этим пароочистителем газовую Ну, в общем, к делу Я, короче, сейчас вот забрала Эти коробочки После того, как более-менее выспалась После очередного тайпа Уже с валибоку Ну и открываю, думаю, сначала зафотку Скину в Инстаграм Или там на сайданицу канала И напишу, что вот, типа, когда разберусь Сделаю обзор и вот вам счастье А потом так открываю и понимаю, что это действительно Ручной отпариватель Я думаю, надо его записать Если ты, зритель, ждёшь, что я сейчас закончу болтать И буду показывать, как этим всем пользоваться Можешь поискать другой ролик Потому что я потом, может, запишу, как всем этим пользоваться Может, даже камеру включу и буду показывать Как я этим пользовалась Потому что вот эти две штуки для меня Исключительно в новинку Тут у нас Слушай, у нас тут, зритель, ещё и магнитик есть Я не знаю, есть у меня этот привет или нет У меня там есть Два каких-то шош есть Ещё какой-то магнитик есть Ещё магнитик был, но это На той медленоварке, которую я бабушке, судя, заказывала Так, я её даже не обозревала Я только её в инстаграм скинула До отзыв написала За что получила пару штук И эти штуки Раздала жаждующим Но одну оставила себе Потому что что-то Никто не вас жаждал на второй венчик Я так людям спрашиваю Хотите венчик для взбивания молока? За цем Я говорю, ну прикиньте Вот у вас есть сухое молоко И надо бы его взбить венчиком удобнее Да, ну А я так подумала Пусть он в деревню едет Я туда возьму сухое молоко Потому что с молоком там туго Есть, конечно, коза Раньше была в соседней деревне Где у нас раньше был дом Бабушкино Вот это родовое, скажем так Поместье в кавычках Но туда километров 6 на велике пилить Я как бы не против Я 11 километров на велике пилю Выдры за молоком Но не факт, что там есть это молоко И мало ли что, как Поэтому сухое молоко Можно взбивать этим венчиком китфордовским Только батарейки возьмите Вот тут очень толстенький Натой магнитик Привет, говорит Китфорд Куда бы тебе положить-то, блин Сюда, что ли Тут у нас какой-то стаканчик И вставные зубы Не, ну похоже же на червь, да? Стаканчик Стаканчик от 20 до 100 миллилитров Тут эти деления Если вдруг кто-то новый будет снова мне вякать Что у вас Знаете, я так люблю котиков Но у вас так дрожит камера Что даже смотреть не могу Ну не смотри хрен ли Так вот, знаешь, у меня иногда бывает Тремор зрителя Если ты еще, ну мало ли новый зритель Тремор у меня бывает Когда я волнуюсь Когда я сейчас свалюсь в обморок Когда я сменю религию Когда я забыла поесть Когда мне холодно, мало ли Ну, когда люди волнуются У них лапы трясутся Раньше, когда я читала стихи на публику У меня всегда так калашматило Мне даже мужик, который сейчас со мной не здоровается Принципиально говорил Что меня надо скрутить Связать, напаять алкоголем А потом выставить Чтобы я это спокойная такая была Но я думаю, в таком состоянии Я бы тогда вообще ласклила Какая хорошая коробочка С одной стороны, жалко, что у меня нет кота Он бы ее подрал С другой стороны, я вчера проснулась Такая уставшая от тайпа И думаю, нахрен мне вообще кошки Потом думаю, в ней, в деревне-то Если кошка есть, то она мышей пожрет Потом думаю, ну как бы Я уже пообещала взять этого котенка То есть все Вчера гуляла, напоролась на кошку Которая, я все ее хочу с собой взять Но она вряд ли будет жить дома Она такая дикая, уличная, сытенькая Жрать никогда не хочет, когда я к ней подхожу Хочет, чтобы ее приласкали Но у нее характер моего кота Увидела мою пальто, решила его подрать В общем, что тут у нас Он на картинке, честно, выглядел очень большим Я просто ни разу не видела Я так еще думаю, 750 В смысле, 770 грамм Что это такое? Может они мне что-нибудь заменили? Может вообще это не от них? Тут у нас бумажечка В смысле фиговинка Зритель Если ты умеешь этим пользоваться Дай знать в комменты Скажешь Лёля, у меня есть такая же хрена тень И я ей пользуюсь Я так думала, что это что-то типа чайника Оно там кипятит в воду Максимальная Что-то горит Включаешь сеть Какой огромный массивный провод Для такой маленькой, уютненькой штучки Потом горячий пар Тут, наверное, крышечку снимаешь Вставляешь тебе вставные зубы И этим 100 мл ковшечком наливаешь И как он работает, непонятно Никакой кнопки нет Хоть он и ручной Но я потом инструкцию прочитаю То есть, может даже увижу где-нибудь ролик Типа как его юзают Слушай, ну такой прикольный А он похож на динозаврика А ещё он похож на кошечку Ну так вот, что я это Как бы поняла, что кошечку надо иметь Хотя бы для того, чтобы она в деревне Кормила мышей Тьфу, блин, чтобы она в деревне Ловила мышей Привет папобольцам, которые боятся Что котики едут мышей Мы тут с моим ближним родственником Сидели у неё на кухне Она, слушай, ну раньше кормили рыбой То-сё, вот кошка там от них Соседей Стерилизованная Жрут рыбу и немножко корм И вообще всё ест Типа то-сё Пусть вас побомбит От того, что коты жрут мышей В природе дикой, ё-моё Вот тут китварт Ручной отпарыватель Розовый 650 ватт 800 мл Сделано до России В Китае Лапы дрожат Так, вот тут всякая такая фигня Но мне она не подходит Потому что я его получила В пьёдорак Ваш пьёдорак Заводов Вот самая важная фигня Кто-нибудь опять будет бомбить в каменты Что у них очень плохая инструкция Чуваки, очень хорошая инструкция Вообще ничем не хуже других инструкций Бывает и хуже инструкции А тут всё нормально Так, и вторая коробочка Ой, блин Я не ожидала, что она такая большая Ой 2 килограмма 950 грамм Почти на килограмм больше, чем в сумме Моей Пожалеете для рук Да, я так вот открываю коробочку У меня же есть Ножницы Чё я тут страдаю Если ты, зритель, хочешь конкретной такой цивильной распаковки Можешь мне что-нибудь прислать Коштай, Раизи Я вскрою цивильное и распакую Так Она ещё и тут скотчем засобачила Пора всё отпарить, сказал этот самый Я читала в комментах у них на сайте Что кто-то юзал этот отпариватель Пу, блин, как он там Пароочиститель, как отпариватель Вот что Надо сейчас ещё ножичком тут вскрыть А та коробочка была скотчем не заклеена Тут, наверное, много фигних запчастей Они побоялись, а что И начали этим скотчем Ох Тут даже какие-то фиговины Сейчас я тебе всё покажу О, тут тоже этот самый магнитик есть Какая-то сумочка Да, наверное, сумочка под эту хренатень Ой, блин, какая же ты тяжёлая Нисколько тяжёлая, сколько неудобно держать Так, магнитик Теперь у меня четыре магнитика Один магнитик у меня был в чайнике За обзор Медленоварки моей первой Которую я себе покупала Один магнитик у меня был в кофемолке, которую я купила Кстати, вчера в ней фигачила арахис Так, один и два магнитика у меня в подарочные Неплохо говорит этот самый кит Тут у нас Опять эта бумажка Если вы букашка Вот такую штуку ты можешь выиграть Если ты что-нибудь у них купишь Типа технику какую Ну, в смысле, как я за этот Утяжительный приз За то, что участвовал Тут у нас пора всё отпарить Он мне тоже животное какое-то напоминает Тут он как-то надевается Сумочка под всю эту требуху Можно будет убрать сюда Она вообще ничего не достигается Я думаю, можно эту сумочку использовать Под пустые баночки, Лёля Еды, которую я однажды обозрю После того, как с цветком закончу Потому что у меня как-то их так много накопилось Я всё никак не обозрю их И не место снимать Слушай, вот здесь есть карманчик Прикольно Но она как бы на змеечку не застигается Поэтому я не знаю Есть ли смысл в эту сумочку Фигачить этот отпариватель В смысле пароочиститель Дальше у нас Ва Нёпочка Чтоб, наверное, вставить Ещё какая-то хренатень Ну, короче, эта штука, наверное, Она что-то делает Сейчас я тебе покажу Тут такой Ой Фигнюшек О, видишь А теперь я буду это как-то извлекать Ой-ой-ой Как бы мне тебя извлечь-то О Тут ещё что-то есть Вот такая треугольная фигня С дубринами по бокам Наверное, на неё что-то одевается И она что-то делает О Жорик, надо ведь сегодня с тобой Ещё целую главу цветка напить А мы тут Ой- блин, разбираем чего-то Ёшкинка Какой большой коробочек Не обещала подруга Принести пару Рассады помидор Ну, в такую коробочку Их ещё рано сажать Но так можно что-нибудь положить Щёточка Она вот как раз, наверное, к той фигне Я, правда, не догнала пока Зачем Ладно, не буду Мучить животное Потом разберусь Почитаю инструкцию по применению Вот этот короб Прикольный такой О, слушай, зритель Как тут всё уютно Дофигачено Можно будет потом, наверное, туда убирать В этот короб снова Но я держу, чтобы вдруг ничего не выпало Так, чего тут у нас? Фигнюшка с какой-то штучкой Кто-то может в комментах написать Зачем ты это всё снимаешь Если не показываешь действие Хвастаюсь, как бы сказал мой приятель Не, ну просто показать Хрен ли Порадоваться вместе со мной Кто умеет радоваться Чужому счастью Потому что я никогда реально не выигрывала Вот так вот В таких розыгрышах ни черта Вот здесь дырочка Тут дыры Тоже дырочки Потому что Да, тут деление Оно, наверное, наливает Буду Разбираться-то я всё равно с ним буду Не раньше воскресенья, скорее всего Потому что у меня ещё три главы тайпа Тут какая-то Лопаточка Тут ещё какая-то штука Я видела на фотках Что там очень много Всяких заполнительных Запчастей Треугольная фигня О, ещё чего-то Тут ещё аж целых три насадочки С разного типа щёточками Одна даже такая Типа позолоченная Мне кажется, у всё, что можно, её достала И тут у нас Давай, доставайся, штука Вот тут кнопочка есть На неё нажимаешь И отсюда выпрыгивает пара Тут кнопочка есть Но она не знает, зачем на неё нажимаешь Прикольный такой И тут есть вкл-выкл И ещё какая-то фигня И догорается Вон фонарик Китфорд Он такой шершавенький Вы знаете, когда берёте какую-нибудь штуку Она пыльная Пыль такая объёмная Вот примерно такое уже ощущение Только тут сам материал такой Наверное, чтоб из руки не вываливалось Я видела, что она Откручивается Триста лет пройдёт Пока ты её открутишь Вот такая фигня там И там ещё другая фигня А, я поняла, зачем тут носик Это таким носиком Музеньким наливаешь Ну, в смысле, воду сюда Как бы это вкрутить-то обратно Вкрутись Уж как я тебя закручивала Хотя мне потом всё равно Ведь я раскручиваю Чтобы закрутить Варить воду Осторожно, горячо Ну, как бы этот Оно не пишет Но говорит именно то Парочиститель КТ-930 И тут приличной длины шнур Я не разбалтываю его Но я просто вижу, что он как бы не короткий Прикольная штука Спасибо, Критфорд За то, что мне это всё-таки призвал Мне напоминание Самой себе пришло Или какая-то смс Короче, бьякнула Ну, чё, зритель Вот такая у меня Распаковка техники Которая у меня пришла в подарок Одна за обзор За участие в конкурсе Обзор Видео-обзоров Обязательный пресс За участие Вторая Внезапно Из розыгрыша В приложении Китфорд Там у них, кстати, каждую неделю Эти розыгрыши происходят В другом у меня чисто тнулось Но у меня ничего не надо было Как бы Поэтому я ничего и не выиграла А в среде я не тыркала Потому что там чайник разыгрывается У меня есть чайник Китфорд И хоть и другой У меня вообще есть чайник Вот эта штука и пылесос Пылесосов у меня два Один в деревне, другой здесь Хоть он вроде как слегка приборел Но я надеюсь, что он уже поправился Потому что я вроде нашла причину Ну, короче, как бы мне ничего не надо Но ты можешь поставить приложение Китфорд Если у тебя есть какая-то покупка Китфорд И у тебя будет электронная гарантия Ну, всё Спасибо тебе за просмотр Если ты осилил до конца Если ты побомбишь в камень Или порадуешься за меня Это тоже прикольно Поставишь палец кверху Книзу Если досюда ещё досмотрел Ну и пока Не забудь поставить палец кверху